Новичок Елена Борисовна, а кем вы работаете? Я здесь работаю с 2005 года, преподаватель рисунка, живописи, композиции. Так, и что здесь сейчас на данный момент происходит? Здесь сейчас на данный момент попытка, вторая попытка захвата оккупации помещений училища. Обращались в полицию? Как? То, боже мой, конечно! Извините. Значит, вторая попытка, первая попытка была в апреле месяце, по-моему, 6-го числа, 6-го апреля. В этот раз действовали люди аналогичным образом, только другие. То есть они через эти ворота, которые сзади вас находятся, через эти ворота, срезав замки, с помощью инструментов, с помощью техники, зашли внутрь, заняли помещение, которое сзади меня. И не вышли, как бы, до сих пор. До сих пор. Была вызвана полиция, была вызвана, естественно, наша охрана, но они пришли с документом. В первом случае, в первом захвате документы были, вот представьте себе, улица Преображенская, 14, у нас дробь 16, а в тех документах была указана улица Преображенская, 14-16. То есть в реестре это значится, как вообще что-то другое. Значит, я так понимаю, что состоялась перепродажа этого помещения за этот период с апреля месяца. Дело в том, что должен был быть суд по этому помещению. Ответчик не явился, поэтому суд был перенесен на 17 ноября. Сегодня должен был быть суд по этому? Точно дату не знаю, не знаю. Я только вышла из отпуска, представьте себе, мы сегодня все вышли из отпуска, первый день. И вот такой вот тут у нас шок. Поскольку ответчик не явился, суд был перенесен. Какой-то один судья наложил арест, естественно, тогда еще на помещение, чтобы не было никаких действий, суд, какие-то процессы. А второй судья, какой-то второй судья снял арест. Я так понимаю, я так понимаю, что воспользовавшись этим помещение было перепродано еще какому-то следующему лицу. Под давлением общественности были открыты двери одни, вторые. Вышли оттуда люди, человек один вышел. Он вважировал, потом, я так понимаю, пришел с адвокатом. В данный момент мы ждем директора нашего, она была в обл. администрации, едет с проспекта Шевченко, уже должна быть с минуты на минуту. А в обл. администрации еще неизвестно пока, что обещали, о чем говорили. Нет, конечно, она была утром училища, она была до поздней ночи здесь или вообще всю ночь. И поехала. Потом стали подтягиваться люди, равнодушные одесситы, студенты наши, преподаватели, патриоты. Ну, в общем, вот так вот как-то коллективно мы здесь рулим. Кстати, спасибо им большое. Спасибо. Вчера вечером и сегодня с утра в кабинете губернатора это все проверялось. Ну, пока в двух словах. Ну, в двух словах продолжение того, что у нас случилось на Пасху, перед Пасхой, скажем так. Каким-то чудесным образом у нас объявилась здесь на месте мастерских квартира. Непонятно каким, ну, в смысле, понятным, незаконным распоряжением регистраторов зарегистрировано. И пошла перепродажа вот этой вот уже в Яковской квартире. Если вы видите здесь квартиру, то тут у нас мастерские всю жизнь находились. Ну, директор, конечно, жил бывший лет 20 назад, 25, умер в нищете. Кормили его наши сотрудники, никаких родственников не объявлялось. И тут вдруг объявилась, что появилась какая-то инструкция и зарегистрировалась здесь по присутствию. У меня на каких-то номерах. По поводу адресов. С адресами, значит, в распоряжении, я вам точно могу сказать, распоряжение у меня копия основной в кабинете, значит, в распоряжении написано адрес 14-16. Если бы регистратор регистрировал правильный адрес 14-16, тогда бы выбилось наше училище. Естественно, он эту квартиру бы зарегистрировать не смог. Поэтому он написал адрес 14-16. И получился вот такой вот двойной какой-то непонятный адрес, которого, в принципе, не существует вообще в законе. Ран на момент должен был быть суд 3 августа, но представитель Барановский, который продал квартиру, не явился. Поэтому он перенесен на 17 октября. Вот сейчас следователи готовят ухвалу, чтобы забронить пользоваться коррствователем сопромещением усилок. Пока на годы решены суда. Директор училища Космина Ольга Киоркина. Космина Ольга Киоркина. Космина Ольга Киоркина. А на данный момент суд идет сегодня? Сегодня повезут ухвалу. Будет у нас сегодня или она будет завтра, это уже будет зависеть от суда и от судей. Тут я пока не могу ничего сказать, но ухвалы везутся в Приморский суд, чтобы забронить коррствователем этим примещением всем. До? До принятия решения судом, которое подал прокуратура о незаконном вообще регистрации этого имущества. Вы были в области администрации? Я была и у губернатора, я была и у замгубернатора, я была и в полиции, и была в управлении имущественных отношений. В общем, наша позиция такая, что это помещение наше, оно было всегда нашим, испокон веков, поэтому мы ничего не отдаем. А их позиция? Губернатор сказал, что все будет наше. И оно и есть наше. Ничего, не бойтесь. Спасибо вам за вашу...